Ну они может быть старые уже, надо просто говорить, ну а чего ты поспаешься, цвета нету, они не греются, не греют еще они, не обращал внимания, подходит, подходит, или холодно, да может просто контакт выезжает, написали нам предписание на замену счетчиков, да, счетчики, автоматы, сейчас едем мы в Павловскую, будем покупать счетчик, Рушан будет сам менять его, Да, только счетчик и автоматы, счетчик будем выносить на улицу, решил на улицу? Да, а там же еще какие-то провода нужно докупать, нет? Нет, все нормально, а, даже так, а тогда нужен такой счетчик, чтобы он закрывался, да, как-то, с ящичком, специально, ну а смысл нам сейчас ставить его внутри, обратно, Чтобы потом обратно его выносить на улицу, мы все равно же, когда будем это, в будущем выносить его однозначно, а это опять, платив, чтобы он приехал, пломбу снял, счетчик поменял, обратно пломбу поставил, ну что, сразу сделать и все Ну ладно Поворачиваем с Таманской, и прямо на повороте стоят ГАИ Кого-то оформляют, видимо, вот тут ремень, скорее всего, но в большинстве случаев так и бывает, что, а, что здесь недалеко сейчас, я доеду здесь по станице, ремень не пристегну, вот, раз, вот, и тут ГАИ Я вот говорю, это хорошо, с одной стороны, что вот вроде бы станица, а ГАИшники заезжают сюда, потому что это хоть как-то заставляет людей, автовладельцев немного быть сдержанными, что ли, где-то там, зная, что заочно, что могут быть сотрудники полиции, где-то не превысит скорость, где-то ремень пристегнет Но самое важное, что не будет такого, допустим, так вот, в деревнях бывают, где вот ГАИшники, крайне редко только по вызову приезжают, когда люди могут, допустим, там, а, здесь никого нету, я сейчас выпью и поеду Вот, здесь уже, по крайней мере, как, ну, станица маленькая, но человек уже будет думать, ага, они сюда приезжают, они могут наказать меня, не буду я рисковать И кого-то, конечно, не всех, конечно, но кого-то это все-таки, мне кажется, образумит и заставит, допустим, не садиться там, хотя бы там немного ты выпил за руль, не садись Вообще, для водителя должно быть такое правило, вот так как висит везде, выпил, не садись Не важно, там, сколько ты выпил, там, глоток пива ты выпил или там, что похлеще, не садись, вообще, руль будет противогаз И вообще, за то, чтобы делали такие автомобили, когда человек садится за руль Чтобы он не заводился Да, чтобы машина не заводилась А я знаю, что какие машины, чтобы больше 50 машин не ездило Ого, мы тогда, знаешь, это нам надо в 6-ти годах, первые машины, когда выпускались, вот тогда так они ездили Ну, вот правильно Алло, здравствуйте вам, мы выезжаем, когда будете? Ну, через месяца два, наверное Да, для этого, вон, есть самолеты, поезда Ну, да Зато дети все-все живы, и все нормально Тут даже... Сколько пешеходов сбивают, а сколько детей возбивали эти машины Ребенок же, он какой, он стоит-стоит, потом бац, рванул, а ты не успела тормоза нажать Для этого существует правило дорожного движения, которое нужно соблюдать Да, знаешь, вот он может сейчас вот здесь вот выскочить, неизвестно, что он там делал И выбежать там за собакой за своей, либо еще что-то Также и животные Посмотри, сколько сбито животных Постоянно животные лежат сбитые на трассе Так что, кто за то, чтобы машина больше 50 не ездили, ставьте лайк обязательно В Японии, в Японии, у них на автомобилях стоят ограничители Я не помню, то ли, вот могу ошибиться, либо с Японии, либо с какого-то другого города Когда мы жили в Бишкеке, пригонялись машины, и вот с них снимали ограничители Вроде бы с японских машин То, что там едешь, вот она больше 80 не едет и все Просто вообще, вот ты хоть дави, не дави Хотя на спидометре написано 220, а вот она больше 80 не едет, хоть убей Вот такие вот ставят за водом ограничители Ну, не знаю, что лучше Поэтому, в нашем случае, хорошо, что приезжают сотрудники ГИБДД Хоть как-то стимулировать водителей Ура! Ограбили меня? Серьезно? Че, все так дорого? Ну, скажи мне, на какую сумму ты рассчитываешь? Электротовары Рушан, был здесь Я не знаю, тысячи две Какая ты у нас, а? Вот, купили вот такой счетчик Это счетчик? Да А, не видно, покажи Коробочку еще раз Оль, я Рушан, не вижу, да? Он снизу зацвечивает О, вот такой Сейчас я здесь просто чек засуну Вот он вот так выглядит Симпатично, да? Ну да Так Потом Купили вот такой бокс Бокс Это чего? Так, подожди, а сколько счетчик такой стоит, скажи? Сейчас все расскажу Я сейчас дойду до этого, до списка Или сразу давай назвать Да сразу, конечно, скажи Да, да, сразу, давай Так Счетчик стоит 850 рублей Ну ладно Так, идем дальше Я не ходила, сидела в машине Потому что я что-то опять все плохо чувствую Вот такой бокс В нем будет находиться счетчик Блин, а тебя вот здесь, да, вот здесь видно Видно? Вот такой бокс Здесь будет находиться счетчик А потом дома покажем сейчас Здесь автомата Сколько он стоит? Он стоит 600 рублей Так Идем дальше Вот такой бокс Это отдельно для вводного автомата Он ставится перед счетчиком Планкируется отдельно Ну и соответственно Автоматы Это вводный автомат на 25 ампер Ставится перед счетчиком А это автоматы, которые будут у нас вместо пробок стоять Больше не будут вырубать? Нет, больше не будут вырубать Ну и соответственно провод Он нужен для перемычек Все, точно все? Да А провода, чтобы перенести на улицу Ничего такого не надо? Там хватает проводов Хватает? Ты посмотри Да Вот Итого Ну я видела 225 225 рубликов А, нет, нет Вот черт Ну я видела, да 225 А, если у вас не пришло, да? Нет Ну вот, 225 рублей Все, обошлась У меня зуб обломался И он язык Как? Корябка это А зачем ты его сломала? И сломала А что ты так грызла? Ничего я не грызла Загрызть, ничего было Соделать я ждала По комментариям Прошвырнулась Почитала Расстраиваюсь? Нет Вот здесь вот покупала Рушала Это электротовары Это в Павловске находится По улице Советской Да, сказали, что это единственный магазин, да? Да, где? Ну может он не единственный Может где-то есть Но именно магазин специализированный Который По электрике вот здесь находится У них там все Все, все, все Все, что нужно может быть Там И розетки И воткручатели Чего только нет Всем привет Сейчас, короче Мы производим замену Точнее демонтаж Старого счетчика И установку нового счетчика Новых автоматов Пробки мы убираем Производим монтаж На улице Сейчас я Отсоединил Питание Одно под напряжением Вот Здесь в принципе уже все Можно Выдирать все Вот видите Как все легко Вытягивается Сейчас все снимем Здесь останется кусочек Я вот не знаю У нас остались Такие обои Или нет 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 Ну беда Ну ничего Лучше пусть будет Со старыми обоями Фу ты С чем счетчик Мне не нравится С счетчика Да в доме А здесь просто дыра Да получится Ну да Небольшая Ну ладно Что-нибудь Какое-нибудь Может картина Где-нибудь есть Ага Хотя Хотя картины нету Ну ладно Что-нибудь придумаем Потому что у меня Очень ограниченное время Я думаю За короткое время Это все сделать Потому что Этого Как его называется Света нету Холодильник может растаять Точно Поэтому нужно Поэтому нужно ускориться Сейчас все Я демонтирую Вырву все Здесь короче Вот этот автомат Стоит Отдельный Это сделали Отдельную розетку Вывели Которая вот на кухне У нас стоит Возле окна Вот Вывели провод Отдельный Зачем? Ну вот так вот Захотелось Сделать отдельную розетку У нас не будет Стоять отдельной розетки? Ну как Придется подсоединять Думать сейчас Сколько эта процедура стоит Если вызвать электрика Я не знаю Поэтому Мы делаем это все сами Правильно? Правильно Во-первых Когда ты сам сделал И уверен Больше в том Что ты сделал все правильно Да и приятнее Когда своими руками Ты все делаешь Пам-пам-пам-пам-пам Так назад Бродня улазит Угу Странно почему И вот так как дырка будет Как у нас в бишкейке Еще вон Видишь Рушан Еще одну дырку Делается Я имею ввиду обоев А визу А вот здесь есть еще такие обоев Куски? Нет Визу Купать обоев Так мы играли в Леруа Верлина У нас их нету Все ушел Счетчик и автомат Мы будем ставить На улице Потому что там веранда Веранда будет сноситься В будущем Вот И да и многие ставят сейчас Чтобы доступно было Вдруг там какие-то показания Счетчиков надо притеснять Электриком А дома никого нету А так они Ну как они не зна Через забор будут Ну нам по крайней как Описали что-то Типа электрик мог прийти И посмотреть Не знаю как он будет смотреть Через забор Вот И они рекомендуют На улице Поэтому мы будем ставить Вот сюда Здесь будет вводной Вводный Автомат стоять Вводяной блин Вводный Да ладно Водяной Где-то вот так Ну и здесь соответственно Дальше будет автомат И А если электрик низенький Как он это увидит Или ты здесь лестницу оставишь Там написано Не ниже метр семьдесят Поэтому А А Ну ладно Раз написано Будем лепить вот так Надо делать это быстрее Потому что света нету Холодин тает Там Там тает нечего Как Холодин не тает Это плохо Все Я побежал за карандашом Буду сейчас крепить Сверлить А сверлить-то нечем Потому что Света нету Вау Так что свет надо переключать А не получится Вот он свет Ну ты их соедини Вот эти штучки Ага Ага Соедини Так Вводный автомат Установлен Теперь Подсоединяем Счетчик Здесь автомат Поставили на 25 ампер Я не знаю Нафиг он нужен Блин Ну требует Значит надо Вот Сейчас По схеме Подсоединяю Здесь все В принципе Понятно Почти Почти Понятно Фаза Один Да Все Это Тебе не Хухры-мухры Это Все-таки 220 Не Ну я понимаю Есть там И 380 И вообще Люди Работают На высоковольных Проводах Ну я же не Электрик Так Допустим Так Это Запускается Так Ну и здесь Соответственно Где-то Так Опять Хотел сказать Блин Ну это Пока все Временно Он Понимает Что Блин Временно Временно А в итоге Остается Постоянным Поэтому Лучше Сделать Получше А так Все равно В дальнейшем Кто знает Какая Возможность Будет Может В жизни Что-то Поменяется И Опять Все Переделаем А может Ни фига Не поменяется И будем Так И жить Мне нравится Как будет Выглядеть Сейчас Осталось Только Дома Убрать Вон там Все Дома Ни фига Ни фига Подобного Там Оба Оба Патрона Один на фазу Выключал Второй на ноль Выключался Из-за этого Мне пришлось Покупать Два автомата Хотя Я мог Купить Один автомат И Просто Шину Сюда Кинуть И Через Шину Все Пропустить Ноль И Тогда бы Один Автомат Был Ну Купил Два И шину Не купил А шины У меня Нету Придется Ставить Два Автомата Потом Если Будем Электрику Переделывать То Я Лучше Сюда Воткну Шину А Второй Автомат Пущу На Розетки Или На Свет Пойдем Дерек Дерек Пойдем Дерек Водный Автомат Счетчик Два Автомата По 16 ампер На фазу И на ноль В принципе Который В принципе Не нужен Был Раз уж Так было Изначально Устроено Поставил И вот Пошли Провода Соответственно Уже К нам В дом Момент Истины Подключаем Надеюсь Я все Правильно Сделал Хорошо А что Подожди А если Неправильно Что будет Большой Салют Откуда Вот отсюда Можно Наш Стив Фасад Убегу Не бойся Так Питание Есть Счетчик Засветился Салюта Не будет Не должно Все Пойдем проверять Свет Молодец Больше Пугаешь Совершенно Ну надо Пугать Холодильник Фурычит Фурычит Часы Работают Работают Ура Свет Есть Есть Покажи На все Мы живем Все Будет Свет Сказал Монтер И перерезал Провода Да Все Спасибо Нашему Монтеру А теперь Будешь Одевать Пробку Да Да Сейчас Все Закреплю И буду Звонить Что Надо Ехать Чтобы Приезжали С реплом Поставили По среднему По нижней Среднему Не платить А то Блин Точнее Не по нижней Среднему А по среднему Не платить Кто тебя научил Это делать Папа Или интернет Признавайся Школа Школа Ты хорошо Учился Что ли Да я не скажу Что хорошо Учился Так что дети Мальчики Особенно Кто смотрит Наш канал Учитесь Хорошо Любите Физику Школа Нужна Оказывается Видите Если Прошал Школу Не ходил Не смогу Поменять Щечек А я В нее Не ходил Это Так Как говорится Экзамен Нужно было Сдать По физике Вот Я быстренько Один Порограф Выучил Сдал Меняю Ха-ха